Сообщение на пульс 101 поступило от очевидцев, которые рассказали, что недалеко от одного из пляжей на Грибном канале под воду практически одновременно ушло несколько человек. Экстренно для оказания помощи прибыли представители службы МЧС, водолазы, медики. Ситуация смоделированная. Это элемент комплексных совместных учений, главная цель которых – научиться грамотно и правильно организовать работу при спасении тонущих на воде. Спасатели, медики и специалисты освода разделились на несколько групп, каждый из которых выполнял свое условное задание. Льду оказывали трех человекам пострадавшим помощь и водолазно-спасательные службы ПАСО проводили аварийно-спасательные работы под водой. По излечению человека уже именно погружился под воду. Легенда учений придумана на основе ситуаций, в которых в разные годы приходилось работать водолазом и спасателем. К сожалению, для отдельных граждан предупреждения не были основанием для того, чтобы отказать себе в удовольствии, посидеть несколько часов с удочкой. Именно поэтому на посту, например, на грибном канале всегда есть дежурная бригада, которая следит за тем, что происходит на водной глади. Круглосуточно получается дневная смена у нас состоит из, как обычно, из трех водолазов, моториста, рулевого и медсестры. И ночная смена – один матрос, один моторист. То есть два человека еще в ночь приходят. На случай того, что одному спасти даже человека, вытянуть провалившегося, это просто нереально. А если рыболов решил расположиться в глухом и отдаленном месте, то шансы на его спасение невелики. Просто некому будет прийти на помощь. Для того, чтобы лед был прочный и так далее, должна быть устойчивая погода, не менее 10 градусов и хотя бы в течение недели. Ну а так как у нас плюсовая на минус, поэтому здесь сейчас очень рискованно и небезопасно. Поэтому не рекомендуем выходить на лед в данных погодных условиях. Не лишним будет напомнить, что в холодной воде человек может продержаться считанные минуты. Поэтому, если вы стали очевидцем чрезвычайной ситуации такого характера, то незамедлительно вызовите службу 101. А если вам все же удалось помочь человеку выбраться, важно помнить, как правильно оказать ему первую помощь. Встретим это до 10 минут. Если человек оказался где-то рядом, он может оказать какую-то помощь. Ему необходимо сначала извлечь человека из воды и оказывать реанимационные мероприятия, если отсутствует пульс и дыхание. Если человек в сознании, то он, соответственно, будет у него перехлаждение общее. Это неактивное согревание. То есть нельзя ему сразу в горячее помещение дать ему попить чаю, переодеться сразу необходимо, насухо вытереть и дать чистую одежду в теплое помещение. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Букунович, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.